Салют, братишки стрелки микрофона, мистер Кей, и добро пожаловать в GTA 5, где сегодня мы будем играть за 7-летнего мальчика. И только представьте, его посадили в тюрьму. Вы только посмотрите, в каких же скотских условиях он здесь сидит. 7-летний мальчик в тюрьме, так еще и в таких ужасных условиях. Уж не спрашивайте, как так случилось, я сам не понимаю. Но дело нечего, придется откатывать наш срок, спать на этой маленькой раскладушке. Ну хотя как маленькой раскладушке, скорее грязной раскладушке, потому что для 7-летнего мальчика это просто огромная, я вам скажу, раскладушка. Качаться, приводить норму, но на самом деле я не хочу здесь сидеть. Потому что если я останусь в тюрьме, то когда я выйду, мне будет уже за 20 лет. Поэтому я предлагаю сегодня устроить отсюда побег. Тюрьма хоть и охраняется хорошо, но я уверен, тут есть какие-нибудь лазейки, которыми мы сможем воспользоваться. Я, конечно, мог бы залезть в мешок для мусора и меня аккуратно бы вынесли из этой тюрьмы на свалку, но это и слишком опасно, и я не хочу пачкать свой замечательный костюмчик. Так что предлагаю сейчас выйти на территорию тюрьмы и осмотреться, что можно будет сделать там. Никакого оружия у меня, понятное дело, нету, у меня есть только разбитая бутылка. И, кстати говоря, эту бутылку я припас для одного своего врага на территории этой тюрьмы, который меня достает. И я хочу сегодня с ним вот так вот разобраться, но до этого мы еще дойдем. А в остальном в этой камере и делать-то нечего. Тут у меня стоит еда, лежит книжка, тут просто шкаф. Он полностью пустой, потому что никакой одежды у меня нету. Ну, да ладно, хорошо, выходим, получается, на улицу и попадаем на территорию тюрьмы. Вон там должны сидеть зэки, мы сейчас к ним прогуляемся. Но я абсолютно без понятия, как отсюда сбегать, мне всего лишь 7 лет, я маленький, а здесь полным-полно охраны. Если я попытаюсь перелезть через забор, скорее всего меня либо арестуют, либо даже пристрелят. Но мы сейчас с вами осмотримся и все разузнаем. А вот и выход на общий двор, вы только посмотрите, какие здесь дядьки сидят. Я по сравнению с ними просто коротышка. Вы посмотрите, я в два раза меньше всех их и меня заставляют сидеть в общей тюрьме строгого режима. В общем, ребята, чтобы у нашего 7-летнего мальчика сегодня все получилось и мы устроили красивый побег из тюрьмы, не забудьте прямо сейчас поставить свой заверский лайк, подписаться на канал и пишите в комментариях, как бы вы вот на вашем месте сбежали бы из тюрьмы. Будет интересно почитать. А мне нужно найти моего врага, который меня задирал, когда меня сюда посадили. И вроде как, если не ошибаюсь, он вон там штангу поднимает. Думает, что он такой, знаете, сильный, но никакая сила не сравнится с разбитой бутылочкой, розочкой. Опа! Так, под задницу! Ого, до него аж штанга упала! Чувак, я не хотел тебя ударить! Я не хотел его ударить! Я только... Блин, я его еще и не зарезал, я его пнул, но у меня силы-то мало. Парни! Парни, давайте договоримся! Черт, они меня теперь забить хотят! Ну ладно. Значит, это тюремная драка! Давайте, давайте! Опа! Так, одного я забил, получается. Сейчас с остальными разберемся. Он там уже, ребята, наблюдают. Смотрите, мне кажется, они ставки там делают. Сколько человек я смогу тут уделать, но я парень-то бойкий! Вот так вот! Так, он, кажется, готов. Мужик, отойди, я не причиню тебе вреда! Ты, блин, больно пинаешься! Так, один тут уже сдается, окей, его трогать не будем. По идее, на меня только один бычь остался. Вот этот вот черномазый! Опа! Что такое? Что такое? Смотрите, как он мне отходил, видели? Оу! Сорян, мужик! Все? Со всеми разобрались? Давай, беги! Беги! Намочил свои труселя, да? Все! Я свое дело сделал, вся моя розочка уже окровавленная, поэтому пора отсюда сваливать, пока не прибежала охрана. Ну хорошо, со всеми делами в этой тюрьме я, получается, разобрался, и теперь нужно придумать, как же мы будем устраивать отсюда побег. Я предлагаю сейчас потихонечку забраться туда наверх, я тут не вижу никакой охраны, и осмотреться со крыши тюрьмы, как тут можно выбраться отсюда. Окей, я поднялся, я уже вижу первого охранника, вон он там стоит. Можем, кстати говоря, попытаться его зарезать и отобрать оружие. Я-то маленький, вы сами понимаете, меня заметить гораздо сложнее, чем обычных зэков, поэтому давайте попробуем подкрасться к нему незаметно и зарезать со спины. Надеюсь, у меня получится все это красиво, потому что у меня есть только одна попытка. Ухоу, как я его опрокинул. Он уже пушку достал, пушку достал. Так, розочкой по лицу ему. Все, готов. А где оружие-то? Я его подобрал? Да, я подобрал, ребята, теперь у меня есть автомат у 7-летнего мальчика в тюрьме. Хорошо, все, спускаемся. У меня есть теперь мощь, но... Что мне с этим автоматом делать-то, если я не знаю, где находится выход? Окей, давайте искать другую охрану. И я думаю, что нам нужно опять все-таки подняться наверх, потому что снизу бегать нет никакого смысла. Тут выходов нету, только через крышу можем выйти. Давайте попробуем пробежаться сюда. Здесь куча всяких проходов. Я не знаю, куда они ведут, но куда-нибудь уж точно меня переведет все это дело. И буду идти на свою... Оу, черт, побери охранник! Ау, капец, я вроде стрелял прямо по нему, но что-то как-то я его не убил. У тебя есть оружие? Оружие у тебя есть, у меня осталось только 6 патронов. У него не было оружием, был полностью безоружен. Зря я в него только стрелял. Опа! Ребята, выход! Я добрался до выхода! Вот засада, вертолет меня заметил, и они устроили облаву на меня, но я просто так не сдамся. Благодаря моим корешам из тюрьмы я смог раздобыть абсолютно всю экипировку и смогу устроить настоящий мощный побег. Правда, я уже не уверен, что у меня что-то получится, ведь если я попытаюсь сейчас сбежать из тюрьмы, меня скорее всего поймают и вернут обратно на мою клетку маленькую. Окей, тогда повеселимся напоследок, прежде чем меня посадят по жизни или даже отправят на электрический стол, но я просто так не дамся. Интересно, я вообще смогу выбежать с территории тюрьмы? Открывайте ворота! Семилетний мальчик хочет на свободу! Нет, слушайте, они заблокировали все ворота, вертолет, который меня заметил, меня уже отсюда не выпустят. Не получается, есть вариант только либо отстреливаться и погибнуть с честью, либо же садиться обратно в камеру и искать другие пути для побега. Я думаю, что я выберу все-таки второй вариант, потому что погибать я не хочу. Ну вот и все, вернулся обратно в эту камеру и нужно придумывать новый способ побега. Иначе мне придется провести всю свою жизнь за первую неудавшуюся попытку. Сбежать напрямую нельзя, тем более у меня теперь заблокировали абсолютно все двери и я не могу выйти даже из этой клетки. Поэтому я пару дней решил кое-чем позаниматься на заднем участке и устроил небольшой подкоп. Вы только посмотрите и вы не поверите, куда этот подкоп меня привел. Там внизу оказывается проходит какая-то старая шахта, я не знаю куда она ведет, но уж точно на выход из тюрьмы. А значит, что я смогу сбежать отсюда прямо сейчас. Вроде как охрана только что приходила меня проверять и больше не должна прийти. Тем более у меня там абсолютно больше никакого оружия, у меня все забрали, даже розочку. И видимо придется залезать. Ну давайте же посмотрим, куда меня все это дело приведет. Вы только посмотрите на этот туннель. Все, назад возвращаться я точно не хочу. Давайте идти вперед. Капец, тут какие-то прожекторы стоят. Кто все это дело копал? Вдруг кто-то под этой камерой когда-то в прошлом тоже решил сбежать из тюрьмы и создал эту пещеру. Ну что ж, я могу сказать ему только спасибо за создание этой пещеры. И вот тут новый подъем. Ну что ж, давайте попробуем туда подняться и посмотрим, куда все это дело нас приведет. Я надеюсь, что там наверху находится не кабинет директора тюрьмы и меня сразу опять не вернут обратно. Ну ладно, давайте подниматься. Вау, 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 не стреляй мужик, не стреляй. Я только что сбежал из тюрьмы по этому проходу. Это ты его построил? Ничего себе, слушайте, они меня здесь встречают. Они как будто знали о том, что я тут появлюсь. Возможно, они ждали кого-то другого, но в результате оттуда вылез 7-летний мальчик. И они говорят, что я могу взять их машину, чтобы совалить отсюда. А где вообще тюрьма находится? А, вон она, ничего себе. Я оттуда, получается, пробрался вот на этот старый домик. Вау. Йоу, сэр, спасибо вам огромное. Они дали мне такой шикарный, огромный золотой калаш. Я еле-еле держу его в руке и пора отсюда сваливать, пока полиция не опомнилась. Потому что охрана там ходит каждые полчаса и скоро снова придет с проверкой. Так что заводим двигатель и пора газовать. Все, спасибо, мужики. Я вам обязательно отплачу. Только куда ехать-то? Я даже не знаю, куда ехать. Я думаю, нужно выезжать в сторону города и где-нибудь там затаиться. Отлично. Я наконец-то свободен. Черт. Копы. Блин, они перекрыли мне дорогу. Придется разворачиваться. Мужики. Мужики, помогите. Меня копы пытаются арестовать. Нет, нельзя к ним возвращаться. Я их, значит, их выдам и подведу. Они мне и так очень сильно помогли. Но копы меня окружают. Поэтому, видимо, в город ехать не вариант. Нужно затаиться где-нибудь в лесу. Найти какой-нибудь старый разваливающийся домик или какую-то пещеру. И отсидеться, пока меня не перестанут искать. Но полиция просто все дороги перекрывает. Черт, придется отстреливаться. Благо они дали мне все-таки калаши. Нужно им воспользоваться. Так, где вы? А ну иди не к черту. Я не вернусь обратно в тюрьму. О, теперь я не упущу свои возможности сбежать от вас. Хорошо, садимся. Вроде как я отстрелил единственную машину. Давайте сломаем этот забор. И прямо напрямую через поля будем отсюда сваливать. Самое интересное, что они пока что вертолет по моей душу не прислали. И это здорово, потому что вертолет это самая главная проблема при побеге из тюрьмы. Он тебя может увидеть просто в любом месте. Они все дороги там перекрывают. Нужно где-то затаиться. Вот, блин, а вон и вертолет летит. Он направляется прямо сюда. Там впереди шоссе. Я даже не знаю, где прятаться. Машину. Нужно поменять машину, да. На эту машину полиция разыскивает. Эту машину оставлять нельзя. Все, выбегаем и бежим, 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 бежим. Сейчас сюда копы приедут. Черт, меня спалили опять. И вертолет уже ко мне летит. Окей. Будем стреляться, значит, чертовы копы. Семилетний мальчик все-таки сбежит из тюрьмы. Если меня сейчас поймают, то это уже 100% электрический стул. А садиться на него я не хочу. Ё-моё, я подстрелил вертолет. Жесть. Он взорвался. Слушайте, вот здесь кусты такие классные есть. Давайте спрячемся здесь. Полиция не может понять, куда я пропал. Мне стоило просто спрятаться в этих кустах между двумя деревьями. И все. И все. Полиция вроде перестала меня искать. Давайте перебежим это шоссе. Воу-воу-воу, медведь. Он сам меня испугался. Хорошо. Давайте перебежим на другую сторону. И убежим куда-нибудь в те леса. Найдем там дом. Найдем там другую машину. И нужно отсидеться, пока полиция закончит прочесывать все эти районы. Но как бы там ни было, у 7-летнего мальчика со второй попытки, но получилось сбежать из настоящей тюрьмы строгого режима в GTA 5. Воу. Ребят, если у вас были еще более крутые идеи, как сбежать из тюрьмы, то не забудьте написать о них в комментариях. И огромнейшее спасибо всем, кто посмотрел это видео. Не забудьте поставить также суперский лайк, подписаться на канал. А у микрофона был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok